До войны в селе Кенсиба мирно, что называется бок о бок, жили мусульмане и христиане. Все изменилось, когда сюда пришли боевики Джабхата Нусра. Православные были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от резни. Вернулись лишь после того, как сирийской армии удалось выбить террористов из села и отбросить к турецкой границе. До их позиций считанные километры, можно разглядывать в бинокль. Турция поддерживает боевики, поэтому там стоят они. Да, здесь очень трудно с ним, потому что все пещеры там, ну, трудно видеть их. Там пещеры, горы, леса, поэтому трудно с ним воевать здесь. Но все равно будем воевать с помощью взаимодействия с русской стороны. Обязательно победим. В том, что до копавшихся джихадистов рукой подать десятки иностранных и российских журналистов убедились уже через минуту. Видимо, наводчики засекли передвижение. Несколько разорвавшихся поблизости снарядов заставили репортеров броситься в рассыпную. Кто успел, укрылся за небольшим холмом. Остальные оказались отрезаны огнем в конце улицы. Ну вот за этим бруссером мы находимся в относительной безопасности. Но вон там, за перекрестком, остались наши коллеги. Сейчас их пытаются вывести под прикрытием брони. В каждом пресс-туре в Сирии журналистов сопровождает спецназ Минобороны. Сегодня эта мера предосторожности оказалась спасительной. В такие минуты просто хочется вжаться в броню. Метр за метром группа продвигалась к безопасной зоне. Броню дай аккуратно, прикрой! Огонь по журналистам велся прицельный. Из 120-мм минометов и артиллерии. Присели, присели, присели! Бегом! Капсулы! Капсулы бегом! Выбирались из опасной зоны в так называемых бронекапсулах. Обшивка спасет от осколков, но не от прямого попадания снаряда. Но это хоть какое-то укрытие. Сейчас из зоны обстрела мы выезжаем на бронекапсуле. Таких машин было три. В нашем машине было гораздо больше журналистов. Сейчас, как видите, есть пустые места, но мы надеемся, что наши коллеги едут в машине, которая идет за нами. Есть ли раненые, пока неизвестно. Но судя по тому, что снаряды рвались в 50-ти, максимум в 100 метрах, я не исключаю. Посмотрим, когда выйдем в безопасную зону и проведем перекличку. Обошлось без потери ранений, если не считать содранные в кровь локти и колени. Сыскские солдаты меня толкнули, бросиваются надо мной после того, как разорвалась бомба в пределе около 100 метров от нас. В общем, вы убирались по-пластынски, вы под броней, да? Да, я под броней. Видите, немножко пострадал. Троим журналистам из Китая, Канады и Болгарии первую медицинскую помощь на месте оказал военврач-сопровождение. Многие из этих военкоров не раз попадали в переделки в горячих точках, но по их признанию под столь плотным огнем оказались впервые, хотя ехали снимать репортажи о том, как в Сирии налаживается мирная жизнь. Все произошло внезапно, многие из журналистов иностранных даже фотографировали, делали селфи, были в расслабленном состоянии, хотя наши военные как раз опять же говорили, что не стоит расслабляться, это достаточно опасное место. Уже позже выяснилось, во время этого обстрела, самого интенсивного с момента объявления перемирия, погибли несколько ополченцев сирийской армии. Евгений Голованов и Валерий Кожин, НТВ, Сирия.